Как проходят сборы? Какое у тебя настроение? Что может быть нового, что сегодня было? Да, ну, проходит, как обычно, все в порядке. Настроение у всех отличное, всех рады видеть. Поэтому все готовятся в штатном режиме, ждем матчи и нацелены порадовать наших болельщиков. У тебя уже есть понимание, в каких матчах ты будешь играть? Потому что ты подходишь, по-моему, для всех сборных России, которые сейчас здесь тренируются. Ну, я думаю, не один такой, кто может готовиться. Нам сразу было объявлено то, что даже те, кто молодые, могут поехать в Египет, могут сыграть и в матче в Катаре, так как там матч без ограничений по возрасту. Поэтому готовимся, тренингский штаб примет решение, кто где будет играть. И я думаю, никому не принципиально, против кого играть. Главное, помогать команде и защищать свою страну. В нынешней ситуации, когда у нас нет серьезных официальных матчей, когда не участвуем в отборочных турнирах, твоя мотивация в чем выиграть за сборную? Вот главное для тебя что в такого рода играх? Ну, начнем-то с того, что я не играл в официальных матчах за национальную сборную. И поэтому для меня ничего, можно сказать, не меняется. Для меня каждый вызов в сборную – это также какое-то поощрение моей работы. И хочется просто отплатить своей стране за ту возможность, которая мне там давалась с юных лет, расти, прогрессировать. И в данный момент возможность есть отблагодарить и показывать себя на поле уже за сборную своей страны национальную. Вокруг тебя всегда очень много разговоров, различных слухов, главный талант, уйдет туда-то. На тебя как это влияет? Может быть, давит как-то? Или наоборот, совсем этим спокойно справляешься? Стараюсь не обращать на это внимания. Уже давно это слишком рано началось, поэтому какая-то реакция на это уже давно выработана. И стараюсь просто пропускать это мимо ушей. И люди все делают свою работу, а я продолжаю стараться делать свою работу. Вот и все. Вообще ничего не считаешь из себя? Не интересно. Перед последним матчем Чемпионата России Баринов рассказывал, что у него был разговор с тобой. Что якобы он нашел какие-то спокойные слова, чтобы тебя завести. Что это было? Да, в принципе, Дима, как и всегда, в роли капитана просто постарался поддержать. Так как, возможно, там несколько моих последних матчей были не столь удачными. Просто нашел слова, чтобы какими-то словами снять с меня лишнее давление, возможно, и чтобы я сам на себя его не оказывал. И, возможно, это как-то помогло просто провести лучше тот матч с Балтикой. Ты был признан лучшим игроком матча в той игре, если я не ошибаюсь. Да. То есть Баринов хороший мотиватор. Почему это им занимается Баринов, а не главный тренер? Как так вышло, что именно Диме удалось до тебя достучаться? Ну, просто, возможно, вы из-за того, что это было на поле, увидели то, что это делал только Баринов. Это не обязательно значит, что только Дима это пытался делать. И многие ребята, с кем я общаюсь, и тренерский штаб также продолжал там меня поддерживать. Поэтому это в совокупности помогло. Вот и все. Артем Дзюба какие-то беседы с тобой проводит на полах старшего товарища? И ощущение складывается, что вы очень близки с ним вне футбольного поля. Такое у вас общение? Я общаюсь со всеми в команде. И зачем мне кого-то отдельно выделять? Это для вас просто лишние заголовки. Поэтому я общаюсь со всеми, и все меня поддерживают. У нас отличная атмосфера, поэтому все в порядке. Вы сказали, что в каком матче можете сыграть. Будете готовы сыграть в каждом. Но сегодня вы не присуты сейчас на тренировке с группой 1. То есть вы будете вечером тренироваться с основной группой? Нет, я просто продолжаю чуть-чуть довосстанавливаться после матча. Из-за того, что есть небольшие вопросы. В том плане, что нужно чуть больше времени для восстановления и подготовки к следующим матчам. Поэтому все в порядке. Не переживайте. Скажи по позиции своей. В последней игре ты ее поменял, или тебе поменяли? Как принималось решение из того, что ты можешь рассказать? Где тебе удобнее с точки зрения смещения в центре от твоего функционала? Принимали решение прежде всего тренер-честаб. Было сказано на установке, что я буду играть с права нападения в данном матче. Но как для меня, я уже отвечал на этот вопрос, для меня быть комфортно только на поле. Мне не важно где. Если мне скажут сыграть центрального нападающего, там, не знаю, правым защитником, я буду все равно стараться сделать все, что от меня зависит, чтобы быть полезным в команде. Поэтому как для меня что-то поменялось, есть везде свои плюсы и минусы. Поэтому я думаю, кто-то увидел то, что справа есть какие-то плюсы. И поэтому что-то помогло принести результат там команде. Поэтому раз, что в этом матче получилось помочь команде набрать три очка. Вот и все. Вы видели расширенный список 36, а потом 49. Как-то удивились этому большому количеству игроков в состоянии? Да, как я должен удивляться. Нет, нормально отреагировал, потому что все мы понимаем нынешние обстоятельства. Хорошо, наоборот, что за молодыми в нынешнее время все следят, если можно сказать, и продолжают там давать шансы. Я, если не ошибаюсь, больше всего вы, как корреспонденты, хотели в нынешнее время, чтобы молодым были предоставлены возможности. Поэтому это отличная возможность для всех молодых, кого вызвали, показать себя и оставить себе какое-то впечатление для тренерского штаба сборной России. Ты не ошибаешься, ты чувствуешь сейчас, что для таких ребят, как ты, в твоем возрасте, тебе будет 19, наступило золотое время. Что вот так судьба распорядилась, сейчас такая ситуация в российском футболе, что прямо если не сейчас, то когда? Ну, в каком плане золотое время? Ну, потому что шансов много дают. Многие иностранцы уехали. То есть тот период от молодежки до основного состава, на мой взгляд, по времени сократился. Ну, действительно, пропасть между юношеским футболом и профессиональным, она сократилась. Конечно, это хорошо для всех молодых. И это не только, наверное, для нас золотое время наступило. Надеемся, что наступило золотое время и для нашей всей страны. И больше футболистов у нас будет как собственного производства, если можно так сказать. И уже мы видим по истории, например, даже с Арсеном Захаряном, то, что наши футболисты востребованы и в Европе. И будем надеяться, что с наступлением будущего времени у нас наших футболистов за рубежом будет больше. И мы будем представлять уже действительно такой уровень европейский. — Сергей, ты считаешься одним из главных талантов нашей страны, как ты говоришь. Очень много... — Я такого не говорил. — Нет, я имею в виду страны, не про таланты. Очень много в связи с этим разговоров по поводу твоего будущего. Многие размышляют, как тебе лучше поступить, продавать в локомотиве, сразу ехать в Европу, может быть, перейти в Зенит. Ты для себя как видишь свое ближайшее будущее? Грубо говоря, этот сезон ты твердо понимаешь, что ты его пройдешь в локомотиве. И в целом, по поводу продолжения карьеры, как ты его видишь в себе? Выстраиваешь какой-то план на будущее? — Я, может, сейчас не знаю. Я, по-моему, в сборной нахожусь. Зачем мне обсуждать то, что происходит в клубе? Если вы увидите, что я сейчас в локомотиве, значит, наверное, в локомотиве мои планы. Правильно? Поэтому я сейчас нахожусь в сборной России. И все мысли только о том, чтобы ближайшие 10 дней провести там уже чуть меньше в национальной команде и преднести ей пользу. — Насколько тебя мотивирует игра с Катором? Ну, то есть я имею в виду, что это участник чемпионата мира, хозяин, страна-хозяин, но не самая сильная сборная. — Как по мне, олимпийская сборная Египта тоже, можно сказать, не подарок. Поэтому любая из этих команд соперниц представляет интерес и хочется везде получить опыт. И будет приятно привести матч с одной из этих команд, потому что если в данном случае одна команда играла на чемпионате мира, значит, она как-то соответствовала этому уровню. А в случае олимпийской сборной Египта, если мы знаем, если она там оказалась, значит, она оказалась там не просто так. И будет, да, будет интересный матч. — Какое впечатление на тебя Катор, или Катор как правильно произвел на чемпионате мира? Ты смотрел, может быть, нарезки, может быть, полные матчи? — Ну, в силу того, что на чемпионате мира было много матчей, было, наверное, более, много более интересных заголовок, заставок. Смотрел большие матчи, которые показывали у нас, соответственно, я думаю, не помню, чтобы Катор был в этих матчах. И нет особого представления, точнее, не помню, как они играли на чемпионате мира. Поэтому ничего не могу сказать. — В сборную вернулся Александр, говорит, просто долго не приезжал. Условно говоря, это сейчас, наверное, самая главная звезда России за рубежом. Как с ним ходило общение? Как, в целом, может быть, успели переговорить о чем-то? — Ну, поздоровались. В силу того, что все недавно приехали, поздоровались, перекинулись пару слов. И уже будем, если так можно сказать, знакомиться в процессе. Поэтому, да, конечно, очень приятно, что такие мастера, как Саша, приехали, и я думаю, это будет для всех полезно, в том числе и для молодых, посмотреть, потренироваться и быть в одном коллективе с футболистом, кто уже на протяжении не одного и нескольких лет там показывает свой уровень на европейской арене и действительно считается одним из ключевых футболистов гранда европейского клуба. Ты играешь постоянно в «Локомотиве». Сейчас есть вероятность, я не знаю, что ты сыграешь седьмого и двенадцатого. Тебе нет и девятнадцати лет. Очень много в своей жизни футбола. Как ты все это выдерживаешь? Как у тебя дела со здоровьем? Как ты восстанавливаешься? Все в порядке, стараюсь соблюдать режим, и в силу того, что «Локомотив» топ-клуб, есть все возможности для восстановления внутри базы, поэтому благодаря этому восстанавливаюсь. А как получается оставаться голодным, я думаю, просто ни для кого не секрет, для любого футболиста игра всегда лучше, чем тренироваться, поэтому мы играем отлично, получаем эмоции и получаем удовольствие. Вы поправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь, но, по-моему, в основную команду первый раз вас вызвали. Да, первый. Какие впечатления в целом от первой тренировки? Ну, конечно, только положительные эмоции от вывода сборной. Всегда приятно приезжать в расположение сборной. Только положительные эмоции. Сегодня была первая тренировка на поле. Готовимся к двум важным играм. Понятное дело, что подробные теоретические занятия проходят и ближе к матчу, но все равно что-то знаете о сопернике. Вряд ли много знают болельщики про Олимпийскую футбольную Египту, поэтому что вы уже знаете, какие впечатления, что вообще за команды? Ну, сегодня перед тренировкой у нас было теоретическое занятие. Посмотрели немного, как играет соперник. Сегодня на поле там немного тактики было у нас, там немного новых требований добавилось, немного в новинку, но все равно идет притирка, и все идет по плану. Понятное дело, что если не получается побеждать, то никакой трагедии не происходит, но тем более новичкам и депутантам всегда хочется показать результат и проявить себя. Какую главную цель вы бы перед собой лично, перед командой видите в этом матче? Хочется ли в первую очередь болельщик в параде? Ну, когда ты играешь за сборную, всегда, конечно, только надо побеждать. Не важно, официальный матч это или товарищеский. Ты представляешь все устровной, поэтому настрой должен быть всегда только на победу. Поэтому, я думаю, все в голове это держат, и никого не надо дополнительно настраивать и мотивировать на предстоящие игры. Одна группа с другой, они живут по своему расписанию, но все равно вы как-то пересекаетесь, общаетесь наверняка. Пообщались ли здесь с более опытными уже товарищами, которые давненько в сборной? Что советуют, что говорят они по-дружески? Да ничего не советовать, все и так понимают, что это игры за сборную. Я уже говорил, что никого не надо дополнительно настраивать. Да, у нас там разный план, у нас там разный тренировочный процесс, но все равно у нас там пересекаемся, вместе бываем. Матвей Сафонов давал какие-то напутствия, как вы уже много поигравшие за сборную? Да нет, особо напутственных слов не было. Ничего такого не было. Хотел спросить по поводу твоего времени в Краснодаре. Концовку того сезона ты заканчивал в качестве основного вратаря, в том числе играл в финале Кубка. Этот сезон пока твердо за Матвеем, что касается чемпионата. Тебя насколько эта ситуация тревожит, что ли? Насколько ты готов по-прежнему терпеть, ждать своего шанса? Моя задача – вкладываться на тренировках, показывать свой максимум и доказывать, что я готов играть. А там уже как главный тренер применит решение, кого поставить, так и будет. Тебе как-то объяснили, почему ты заканчивал сезон первым номером, а начал новый сезон? Да нет, никак не объясняли. А сам в чем видишь причину этого? Не знаю, решение тренера. Ему лучше виднее. Как вообще работать с Виталией Толичем? Какие-то новые требования, в том числе и могут быть новым в целом? Чувствуете, как-то, не знаю, большой там опыт? Ну, конечно, это видно, что у тренера огромный опыт. Сегодня у нас была первая тренировка на поле. Я уже говорил, было несколько новых. Много нового было у нас в плане построения атак, в плане позиций. Поэтому я думаю, что эта работа только пойдет на пользу всем вратарям. Ты не чувствуешь, что авторитет Сафанова настолько велик, что его ни в сборной, ни в Краснодаре сдвинуть, в принципе, нельзя? Да я не знаю. Я думаю, нельзя так сказать, что у кого-то невозможно сдвинуть. Мне кажется, нет.